Всем привет! Сегодня я вновь с Дмитрием Лубниным. Я врач-акушер-гинеколог и вновь в гостях у Марии. Вопросов осталось очень много, впечатлений было много. Начать я хотела, собственно, с ответа на вопрос предыдущего видео. Почему нельзя повышать прогестерон дюфастоном? Пью год уже. Дело всё в том, что изначально нужно понимать, как получается прогестерон в организме и понимать, почему внешнее введение прогестерона не обосновано. Дело всё в том, что каждый месяц у женщины, если её цикл регулярный и правильный, происходит такой процесс, как овуляция. В середине цикла созревший фолликул разрывается, из него выходит яйцеклетка. На его месте образуется здесь временная железа, которая называется жёлтое тело, которое 12-14 дней производит прогестерон. После этого, если беременность не наступила, сворачивает свою работу и исчезает полностью. То есть получается, что каждый месяц, если цикл, на самом деле, в нём всё происходит, жёлтое тело новое. Представьте себе, что вы печёте блины, и в какой-то момент у вас блин не получился. Но это не означает, что вся партия будет завалена. Ну то есть вот он не получился. Так, на самом деле, и происходит иногда в норме, когда она, условно говоря, в год, несколько менструальных циклов у женщины происходит без овуляции. Ну это в норме бывает, и в этом нет ничего страшного. И, собственно говоря, концепция, когда пациентки начинают назначать прогестерон извне, она ошибочна, вот почему. Существует несколько причин, по которым этот прогестерон назначают. Первое, это когда у женщины берут анализ на прогестерон в конкретном менструальном цикле, и говорят, что вот у вас понижен прогестерон. Мы не можем экстраполировать ситуацию в одном менструальном цикле на другой. Перевожу на русский язык. Заходят на кухню, вы печёте блины. Видят один сгоревший блин, без того, что вы отвлеклись, и говорят, вы печёте плохо блины, значит, все последующие блины у вас будут получаться так же плохо. Давайте мы возьмём из магазина блины и дадим вам их. Поэтому измерение прогестерона в одном менструальном цикле – это измерение одного жёлтого тела. Вот оно в этом цикле могло быть сломанным, что-то пошло не так, и следующее будет нормально. Поэтому, когда вам меряют один цикл и экстраполируют эти данные на другой, назначают прогестерон, это бред. Потому что вам просто одну ошибку посчитали системой. Другая ситуация, когда цикл нарушен, и когда месячные ходят очень нерегулярно. В этой ситуации назначение прогестерона, по сути, имитирует несостоявшуюся, естественным образом, вторую фазу цикла. Если у вас не происходит эвуляции, то смысл давать вам прогестерон, чтобы вы забеременели, бесполезно, потому что что он будет поддерживать? Прогестерон нужен, чтобы готовить слизистую матки для того, чтобы в неё попала оплодотворённая яйцеклетка. У вас же не было эвуляции, не выходила яйцеклетка. Поэтому в данной ситуации прогестерон вообще не нужен. Если женщина планирует беременность, и ей назначают прогестерон в виде дифостона или утражестана в качестве помощи для наступления беременности, это неправильно априори. Потому что акцент должен быть сделан на чём? Происходит ли у этой женщины эвуляция? То есть делается УЗИ, смотрится фолликул в середине цикла, а потом образовавшееся жёлтое тело. Вот если это происходит, этого достаточно, чтобы женщина забеременела. Если этого не происходит, то самим прогестероном это сделать невозможно. Понимаете? Он даже при наличии естественной эвуляции может её сбить и нарушить. Акцент надо делать на том, чтобы случалась эвуляция. То есть работать с первой фазой цикла, а не имитировать вторую. Суть медицинского образования заключается в том, что ты с самого начала, с самой клетки, с самой анатомии, с самой физиологии должен понимать механизмы, происходящие в организме. И когда ты их понимаешь, ты можешь понимать и патологию, и правильно лечить. В целом в медицине есть такое понятие, как фельдшеризм. Фельдшеризм немножко обижает фельдшеров, но на самом деле суть его в чём? Фельдшер — это не врач. Фельдшер — это человек со средним медицинским образованием, то есть он оканчивает не университет, а институт, а училище. И образование строится по такому принципу — таблетка от головы, таблетка от поноса. Ну то есть, по сути, его как бы дают очень поверхностные знания, чтобы он мог оказать первую медицинскую помощь. Нет медицинского образования с точки зрения именно фундаментального образования. У многих формируется фельдшеризм. Ну то есть, как-то проходили в универе, пришли в клинику, там старшие товарищи, и он просто смотрит на работу и говорит, ой, вот тут вот при этом она назначала это, значит, и я буду назначать. Вот тут вот при этом назначали это, значит, я буду назначать. То есть, понимаете, в чём идея? Человек не понимает основ, а просто знает. Вот приходила, беременеть не могла, старший товарищ назначал дюфастон, и где-то там в какой-то инструкции написано, надо назначать. Я буду назначать. И вот, собственно говоря, так оно и происходит. А рассказать регуляцию менструального цикла от начала до конца такие врачи часто не могут, потому что если бы они на самом деле понимали, что происходит внутри менструального цикла, они бы, наверное, никогда бы не назначали, не делали таких назначений. По какой причине не надо лечить уреоплазму и эрозию? Уреоплазма не является патогенным микроорганизмом, то есть она не вызывает никакие заболевания. Диагностика этого микроорганизма бесполезна, она не несёт в себе ничего. Эрозия не является болезнью, является физиологическим состоянием шейки матки, то есть ситуация, при которой эпителий, который выстилает канал шейки матки, цилиндрический, нежный, производящий слизь, находится на поверхности, вот как вывернутый носочек немножко, на поверхности шейки во влагалище. Влагалище – кисло-агрессивная среда, поэтому эта эпителий снаружи выглядит раздражённым и кажется, что это прямо болезнь. На самом же деле так выглядит шейка до полового развития и много-много лет после у женщин, пока этот процесс не закончится. Какой процесс? Многостроенные плоские эпители, но по большому счёту кожа без зарегревающего условия. Этим эпителем покрыты малые половые губы влагалищ. Он нарастает на это цилиндрический эпителий, позволяя ему спокойно уйти в канал шейки матки. Вот этот процесс ему нельзя мешать, этот процесс нельзя его ускорять. Чаще всего вот эти нормально расположенные эпители воспринимаются эрозией, называют эрозией и прижигают, ускоряют этот процесс. Что делать не нужно, потому что таким образом та переходная зона, вот этот процесс трансформации одного эпителия в другой, в котором мы смотрим за этим процессом и видим, не случились ли там какие-то проблемы, связанные с вирусом попилом человека, а эта линия уходит в канал, и мы перестаём её видеть и контролировать. И поэтому после прижигания диагностика шейки матки становится затруднительной. Поэтому этого делать не надо. Поэтому в целом я всегда это, видимо, буду говорить, это маркер врача. Если вам говорят, у вас эрозия, надо прижечь, это не как бы разговаривать дальше с доктором просто не о чем. То есть это абсолютно неправильное восприятие действительности и знаний. Существует всего две причины, когда эрозия, словно говоря, или это называется в медицине эктопии, имеет право, как бы, то есть можно прижигать и нужно прижигать. Это когда у женщины есть поверхностные сосуды, которые могут контактно кровоточить, и после полового акта они просто кровоточат, и это мешает жизни. Тогда их, да, и вправду прижигают. И ситуация, когда вот этот эпителий, он же производит слизь, которая должна быть в канале, то есть его становится много, этого эпителия. И он много-много дает слизистых выделений. Женщина каждый день ходит с очень большим количеством обычных слизистых выделений. Да, тогда это мешает качеству жизни, тогда этот эпителий, вправду, прижигается, и в этом нет ничего страшного. Но это очень редкие ситуации. Как правило, ситуация обстоит по-другому. Любой эпителий на поверхности шейки матки цилиндрический воспринимают как эрозию, и говорят, что это надо прижечь, и вообще забывают о том, что вообще с шейкой матки надо делать. Я часто об этом говорю, шейкой матки могут выглядеть как угодно, с кучей кис на ботовых, которые совершенно не опасны, с зонами эктопии, вот то, что называют эрозией. Если цитологический мазок шейки матки у вас нормальный, это вот оберег от любых действий шейки матки. Цитология в норме. Спасибо, до свидания. Я как-то со своей шейкой проживу, как бы она вам не нравилась. Хотелось бы узнать побольше о таком диагнозе, как эндометриоз. Ставит сплошь и рядом последствия пугающие, а что за звери, откуда берется, неясно. Эндометриоз на самом деле неприятная болезнь, то есть если она реально случается, она создает в жизни женщины маленький адок. Вот, честное слово. А в чем идея? Эндометриоз – это общее название ситуации, при которой клетки слизистой оболочки матки, эндометрия, располагаются где угодно, но не в полости матки. Вот любая ситуация, когда эти клетки находятся не в полости матки, а где угодно, называется эндометриозом. Поэтому дальше мы выделяем разные формы эндометриоза. Самый распространенный – это наружно-генитальный эндометриоз. Я – матка, это трубы, здесь полость. Во время менструации, возможно, это одна из теорий, часть этого эндометрия, который должен вытекать наружу, через трубы попадает в брюшную полость. И эти маленькие клеточки располагаются на брюшине малого таза, на трубах, за маткой. И там же они прикрепляются и формируют такое явление, как миниатюрная менструация. То есть они менструируют вместе с слизистой оболочкой, только уже не наружу, а в брюшную полость, что создает условия для воспаления, формирования спаек и боль. Поэтому эндометриоз равно боль. То есть у пациентов с наружным генитальным эндометриозом основная будет проблема – это боль. То есть боль во время половой жизни, боль в течение всего цикла, тянущие неприятные боли внизу живота. То есть вот боль, она определяющая. А одной из форм наружного генитального эндометриоза является эндометриозная киста яичников, когда в яичник попадают вот эти клетки, хотя это одна из теорий просто. И слизистая оболочка как бы выстилает внутреннюю часть кисты, и менструация как бы происходит внутрь этой кисты. И за счет менструации она увеличивается. То есть внутри такой кисты, по сути, сконцентрированы менструальные выделения. Вот такая эндометриозная киста. Это как бы самое такое очень жестокое проявление вот этого наружного генитального эндометриоза является инфильтративный эндометриоз. То есть когда вот эти клетки собираются и формируют инфильтраты, которые могут прорастать в кишку, в мочеточник, то есть по сути они ведут себя агрессивно. Это очень жесткая форма эндометриоза. При ней есть и боли, и проблемы со стулом, появление крови в калии. То есть это неприятная ситуация. Лечится жестко хирургически и может приводить к серьезным последствиям. Одна из форм эндометриоза – эндометриоз матки. Ну, то есть лист оболочку только в центре, и здесь в основном мышцы. Когда эндометрия начинает прорастать в мышцу, как рассада через картонную коробку, ну, то есть такими ходами. Видимо, я сегодня маткой буду. Очень зато понятно стало, да. И он прорастает. Из-за этого матка увеличивается в размерах, пытаясь ограничить прорастание эндометрия внутрь себя. Такая форма эндометриоза называется аденомиозом. Степень его развития может быть разная. Последняя – это когда эти коды прорастают вплоть до серозной оболочки матки. Как правило, это сопровождается болью, болезненными месячными и очень обильными месячными. Болезненные, обильные месячные – это признак аденомиоза. Есть экстрагенитальные формы эндометриоза, когда эти клетки могут быть в камере глаза, в почках, в легких. И тогда это приводит к таким очень редким симптомам, как кровавые слезы, кровь, кашля, появление крови в моче. Или же бывает, что эти клетки попадают в рубцы на коже, в пупочную область, в рубцы от кесарево сечения, от операции или бывают на шейке. Тогда в этих ситуациях, да, они дают болезненные инфильтраты, которые могут болеть, если это на шейке давать мажущие кровенистые выделения, до или после месячных. И смотрите, здесь я обратил внимание на то, что эндометриоза – это всегда равно боль. И я сказал, что при аденомиозе одной из форм эндометриоза есть обильные болезненные месячные. Это прямо универсальные симптомы, с которыми часто приходят пациентки к гинекологу. И здесь четкие критерии, по которым, например, ставятся диагнозы, а, в частности, наружный генитальный эндометриоз ставится в основном только лапароскопически. То есть только нужно камеру в живот завести и посмотреть, увидеть. То есть осмотр на кресле может только заподозрить, но не подтвердить. Аденомиоз ставится только ультразвуком, иногда МРТ. Но при этом, при всем. Пациентку можно посмотреть на кресле, и она говорит, что у меня боли при половой жизни, на кресле ей больно смотреть, и сказать, у тебя эндометриоз. Но по большому счету эндометриоза может у нее не быть. У нее может быть боли, связанные с воспалением, с тем, что ей просто больно посмотрели на кресле, с тем, что у нее есть проблемы с партнером, поэтому половая жизнь ей болезненна. Ну, то есть, понимаете, и вот эти моменты часто, чтобы не разбираться, списывают на эндометриоз. Поэтому вот этот эндометриоз наружный генитальный чаще всего ставят просто в качестве диагноза заглушки на любые жалобы, живот болит, месячный болезненный, половая жизнь болезненная, вот у тебя эндометриоз. Такая же ситуация возникает и с аденомиозом. Ну, то есть, делают УЗИ, видят неоднородность мышц и матки, вроде бы жалуются на болезненный месячный, и говорят, у вас аденомиоз. При том, что такой аденомиоз часто называют ультразвуковым, то есть, при картинке его на ультразвуке есть, а диагноза как такового нет. Поэтому здесь, вот в отношении эндометриоза, этот диагноз больше исключение, то есть, нужно исключить все другое, что к этому может привести, если у тебя нет яркой картины эндометриоза. Яркая картина эндометриоза, это когда и пациентка приходит, у нее в заднем своде чувствуется инфильтрат с шипиками, болезненность при движениях матки ужасная, и ты понимаешь, что да, здесь прям мощная инфильтративная форма эндометриоза. Когда ты видишь четкую эндометриозную кисту на УЗИ, когда реальный аденомиоз настолько выражен, что матка увеличена в размерах, и ты видишь асимметрию стенок, ну, то есть, есть яркие критерии. Но, как правило, такой диагноз могут просто прилепить за вашу жалобу. Нужно ли делать прививку от ВПЧ, если уже находили, и он сам прошел? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Ну, то есть, по большому счету, мы все стараемся сделать прививку от гриппа в сентябре, для того, чтобы не заболеть ей зимой. Кто-то пытается успеть сделать ее в октябре, кто-то в ноябре, кто-то уже в разгар эпидемии. Ну, идея в том, что суть прививки – это профилактика заражения. Поэтому, конечно, оптимально делать прививку до начала половой жизни. Рекомендуется с 9 до 13 лет ее сделать, ну, можно до 26. У всех разная судьба, и все ведут себя по-разному. Но дело все в том, что наш организм, он умеет у подавляющего большинства людей справляться с вирусом. Ну, то есть, мы умеем его подавлять. Проблемы ВПЧ – это проблемы 8-10% инфицированных. То есть, вот только небольшого процента у кого происходит какой-то дефект в иммунитете в сочетании с различными другими факторами. Это приводит к тому, что вирус начинает персистировать. К ним относятся, в частности, ранее начало половой жизни. Это что такое примерно в возрасте? Примерно, наверное, это будет говориться меньше 18 лет. Созревание шеи и кематки, о чем мы говорили, обсуждая эрозию, эктопию, оно немножко запаздывает. Ну, то есть, девочка может быть уже развитая, но вот этот эпителий находится еще с нарушей достаточно много этого эпителия. И вот эта переходная зона между двумя эпителиями – это место, в которое как раз этот вирус и внедряет. Поэтому присутствие этой переходной зоны в процессе активного процесса трансформации является фактором для того, чтобы туда внедрился вирус. Чем раньше начата половая жизнь, тем больше вероятность того, что зона этого эпителия цилиндрического на поверхности шеи и кематки еще большая. Вправду так оно и есть. Когда мы видим, что девочка приходит, например, в 18 лет гинеколога, половая жизнь началась там в 15, то, как правило, мы часто видим ситуацию, когда этот эпителий не успел уйти, он подвергся агрессивной средеоблагалищи после дефлорации и начала половой жизни и задержался, и продолжает быть снаружи шейки, создавая большую вот эту эрозию или эктопию. Вот эти вот условия, оно как раз является фактором, который повышает вероятность того, что эта шейка будет инфицирована. Это отдельный фактор. То есть, второй фактор – это курение. Считается, что один из метаболитов никотина, катанин, избирательно накапливается в клетках канала шейки матки и способствует тому, чтобы вирус был более агрессивным, ность помогает ему вершить свои грязные дела. Поэтому, затягиваясь сигаретой, женщина по большому счету повреждает себя во многих местах, в легких, но и в шейке матки в том числе. Контрацептивы могут приводить к тому, что вирус попилам человека может быть более активен за счет нюансов воздействия гистогенного компонента контрацептивов на вирус попилам человека. А множественные роды за счет того, что во время родов происходит активизация эпителия канала шейки матки, и вот этот процесс, он вроде бы как должен был завершиться после созревания, а роды как бы его все время возобновляют. И это сейчас не означает, что если вы вдруг поняли, что вы в 16 лет начали жить половую жизнью, курите пачку сигарет в день, принимаете контрацептивы, и вам сейчас 23, то у вас прямая дорога к раку шейки матки. Нет. И единственная защита от этой ситуации это регулярная сдача цитологического мазка шейки матки. С 21 до 65 лет раз в 3 года. Желательно, чтобы это была именно жидкостная цитология. А после 30 лет ее нужно дополнить анализом на вирус попилам человека. Какой вред для организма несет аборт при первой в жизни беременности? Аборт в целом это всегда плохо. Ну то есть, и неважно это первый или пятый. Ну то есть, аборт это плохо. С физиологической точки зрения. Во многих с точки зрения, потому что организм настроился на беременность, из него эту беременность экстренно вырывают. И он может обратно не вернуться в естественное состояние, что часто приводит к нарушениям в менструальном цикле, в эндокринной системе, после приведенного аборта. То есть, это один повреждающий фактор. Второй повреждающий фактор, как этот аборт был произведен. Есть медикаментозные аборты, что как бы уменьшает вероятность механического повреждения матки. Но есть уже и не медикаментозные аборты, когда с помощью металлического инструмента беременность, ну по сути, ну как бы вырывается из матки. Здесь можно повредить слизь в оболочке матки. И это может отразиться на будущих беременностях. Аборт это авария. Для, вот мы берем автомобиль и говорим, что автомобиль, даже если это джип, может использоваться в условиях, там, тяжелых дорог, плохих погодных условиях. Он на это как бы адаптирован. Но ни один автомобиль не адаптирован к аварии. Ну то есть, у него есть система защиты, которая может сработать у вас, защитить. Но все равно автомобиль не предназначен для того, чтобы с ним происходила авария. Он как-то справляется, как-то защищает, иногда ценой с гибели себя, иногда приводя к гибели водителя. Но, в общем и целом, это не то, для чего он делается. Вот в организме есть система, которая позволяет вам справиться с такой аварией, которая называется аборт. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Кто-то может прям вот на самом деле серьезно пострадать. Поэтому все зависит от того, какая была авария и какой была система защиты. Поэтому, если это серьезная авария, то она серьезно может пострадать. Если это небольшое столкновение, и автомобиль к этому был адаптирован, то это может все окончиться просто покраской бампера. Поэтому аборт это авария. Аборт нужно не допускать. Аварии нужно не допускать. Выезжая на автомобиль, вы хотите не допускать аварии. Не допускайте. Вот приблизительно так я бы сказал об абортах. Ну, хорошо. Это такой тоже лучший сценарий, скажем, да? А если вот уже произошло, если сейчас нас смотрят девушки, которые оказались в такой ситуации, и что еще хуже, несовершеннолетние? Если сейчас беременны, то если это задержка, то есть срок беременности не больше 42 дней, то, в принципе, можно использовать медикаментозный набор, но будет более мягкий. Лучше всего это делать в хорошей, качественной клинике, у опытного специалиста, с соответствующим контролем, последующим, и можно все это нивелировать. Ну, то есть, последствия могут быть минимальными. Но если это делается подпольно, если это делается в грязных условиях, не у квалифицированных специалистов, то да, это может быть очень трагично. Нет ничего трагичнее в гинекологии, чем последствия криминальных оборудов. Они могут убить женщину. Кто должен быть тем первым человеком, к кому обратиться девушки? Гинеколог. Гинеколог? Конечно. Если только она совершеннолетняя. Если она несовершеннолетняя, гинеколог вряд ли сможет ей помочь, поскольку, по-моему, я сколько знаю, вот даже я не могу смотреть несовершеннолетних без присутствия их родителей. Экстренная контрацепция зло или нет? Нет, не зло. Это достаточно эффективный метод, которым просто не надо злоупотреблять. Как вы относитесь к менструальной чаше? Я отношусь к ней хорошо. Тем, кому нравится ей пользоваться, пользуйтесь. Тем, кому не понравилось, не пользуйтесь. Как лечить болезни немесячные? Нам нужно выяснить причину. Есть первичная дисменорея и вторичная дисменорея. Первичная непонятно от чего, вторичная связана с заболеваниями. Воспаление, деметриоз, полипы, кисты, миомы. То есть, если исключены заболевания, которые могут приводить к болезни немесячным, значит, у вас первичная дисменорея. Первичная дисменорея проходит часто после родов. Вот не вторичная, а первичная после родов, то, что говорят. Либо же два способа. Три. Первое, это прием обезболивающих препаратов заранее, за несколько дней до месячных. Как правило, это класс НПВС, инститроидные противовоспалительные средства, за день до месячных. То есть, не когда болит уже, а за день до месячных. Либо принимать гормональные контрацептивы, они тоже уменьшают болезнь месячных. Либо йога и другие гармонизирующие методики, которые часто бывают эффективнее, чем первые два способа. Интимная гигиена. Нужны ли специальные гели, средства, или это все просто маркетинг? Если вы спросите, может ли женщина прожить без этого? Может, потому что до этого она всю жизнь жила, и все было прекрасно. В общем и целом, наверное, в большей степени это маркетинг и удобство, которое важно. Здесь такой очень момент интересный. Дело все в том, что, наверное, большую часть своей истории женщина практически никогда не имела белья как таково. Были юбки, были просторные подъюбники, но никогда не было ситуации, когда промежность женщины закрывалась ластовицей. Это явление, скажем так, наверное, середины 20 века и начала 21. Но когда появилось белье, которое стало прикрывать промежность и не давать влагалищу аэрироваться. Дышать, наверное, это неправильный термин. И это как раз привело к тому, что микроорганизмы, которые умеют жить без кислорода, они являются относительно патогенными, они начали создавать условия, для которых у женщин начали появляться различные нарушения флоры. Молочницы, баковой генозы. А по большому же счету в влагалище должно получать много кислорода и выделения должны выходить наружу. Вот, в принципе, эта система, она должна работать. А получается, что в современных условиях, когда кислорода нет, там происходит повышение температуры, условия для развития патогенных микроорганизмов, это как раз и способствует частым нарушениям флоры. Поэтому, наверное, все-таки правильнее всего, если женщина сталкивается с такими проблемами регулярно, это стараться во всех ситуациях, когда это возможно, оставаться без белья. Спать без белья, ходить дома без белья. Ну, то есть не носить белье, особенно если это белье синтетическое, облегающее, сочетается с синтезическими колготками. Вот это вот самое негигиеничное условие для существования промежности влагалища у женщины. Но, тем не менее, по улице лучше не ходить. И мы сейчас не говорим, что там есть вероятно, что там юбка задерется, просто в условии... С точки зрения гигиены, это абсолютно безопасно. Вот эта вот ситуация, при которой женщины говорят, что они боятся где-то сесть и заразиться, это полный миф. Влагалище – это открытая среда. Если там все работает правильно, там кислота 3,8-4,2, то есть там куча лактобактерий, и туда попасть может любой патогенный микроорганизм, исключением инфекции, передающихся половым путем, но они, как правило, не живут на открытой поверхности долго. И поэтому здесь это все безопасно. А больше всего женщины, насколько я знаю, переживают в городе, если они ходят без белья или когда им так предлагают ходить, за выделения, которые физиологически присутствуют. Они боятся, что эти выделения будут им мешать жить без белья, поэтому часто носят даже ежедневную прокладку и белье только из-за наличия ежедневных физиологических выделений, которые могут меняться в зависимости от фазы цикла. Их немного послемесячных, их становится больше во время овуляции, они становятся прозрачными, слизистыми, и они становятся более молочными во второй фазе цикла. У кого-то этих выделений бывает физиологически много, и женщины просто стараются таким образом защититься, используя белье и прокладку от этих физиологических изъявлений. Но с точки зрения риска заражения, никакого нет риска заражения, если женщина где-то даже садится в общественном месте, в туалете или где-то еще, там заражиться ничем нельзя. Еще два вопроса, на которые я, возможно, частично тоже смогу ответить. Я формулировку оригинальную оставила. Вы такие интересные, конечно, но как спрашивать о справках? Типа, hello, давай справку? Нет, на самом деле формулировка очень простая. Дело в том, что, возможно, эту ситуацию нужно переносить на заботу о своем партнере. Не типа «ты должен», а «шаг сделать партнер». Ну, то есть, в первую очередь, показать свою справку. Ну, то есть, я потом сдам. Вот смотри, у меня свежие анализы, я хотел бы тебе показать, что я заботюсь о том, что я тебя ничем не заражу. Возможно, это у здравомыслящего человека должно вызвать реакцию в ответ, «ну да, я скоро принесу свою». Если же в ответ будет «а, ну хорошо», и типа «вперед», мне кажется, что это, ну, наверное, какой-то момент, который должен был бы заставить женщину затормозить чуть-чуть. То есть, вот не начинать «давай свою справку, я тебе справлю», а вот «мая, смотри», и как бы «я хочу показать тебе, что я безопасна». Ну, от себя могу сказать, что я просто спрашиваю в лоб, «ты чист? Ты сдавал когда последний раз анализы?» Ну, понятно, что любой человек скажет, «да-да, конечно». Ну, то есть, здесь медицина, она так и строится, что есть бумажка, на которой это написано. У всех анализы, если ты сдавал анализы, если ты современный человек, у тебя они все на телефоне. Или в телефоне, если где-то еще, это совершенно несложно. Я много раз говорил, что это вообще несложно и не проблематично. «А если я боюсь ходить к гинекологу, мне ужасно некомфортно находиться в кресле, хочется поскорее уйти?» Это естественно чувствует себя некомфортно, когда человек видит обнаженную часть тебя. Может, я к этому как-то неправильно отношусь? Наверное, это больше вопрос психолога. Стоит задуматься о том, почему вы так относитесь к своей собственной обнаженности в кабинете врача. То есть, насколько вы разделяете понимание, что вы на приеме у врача, или вы находитесь где-то в публичном месте, или с каким-то там партнером. Я с точки зрения гинеколога могу так сказать. Человек, у которого есть проблема, он приходит, ее пытается решить. И, ну, возможно, у каждой женщины есть какие-то проблемы, связанные со стеснением. Не будет тут им... Даже если доктор женщина, многие женщины и женщины стесняются. Наверное, нужно разделять и понимать. То есть, что ты делаешь в данный момент. Ты пришла к врачу решить свою проблему, либо же ты каким-то образом пришла показывать свою обнаженность. Это разные вещи. Вот в моей практике я, ну, наверное, последнее время не сталкиваюсь с такой проблемой. А, наверное, потому что ко мне все-таки приходят решать проблемы. Ответить на вопрос, а почему вообще такая проблема возникла? Потому что, наверное, ее не должно возникнуть. То есть, это некоторый... Немножко перекос в сторону каких-то проблем. Да, я согласна, что изначально возникать такого не должно быть, но я на это смотрю, как на нечто просто обязательное. Вот как поход к зубному врачу. Не всегда это приятный поход. И не всегда хочется туда идти. Или не всегда на спорт хочется идти. Не всегда посуду хочется мыть. Но это такие обязательные вещи для собственного благосостояния. Я давно встречаюсь с парнем, но не могу заняться с ним сексом, с проникновением, так как мне слишком больно. Даже если это просто палец. В последней серии первого сезона сериала Sex Education у девушки был вегинизм, и я предполагаю, что это мой случай. Что делать с такой проблемой? Кому стоит обратиться? Можно ли справиться самостоятельно? Все гинекологи просто посмеялись над моей проблемой и сказали, что это все в голове. Все просто, если бы не было так сложно. А вегинизм в голове. Потому что я вам приду такой простой пример. Когда мы делаем некоторые гинекологические манипуляции, мы даем наркоз внутриренный. Например, выскапливание или гистероскопия с осмотром полости. И есть вульварное кольцо мышц. До того, как пациентка не расслабится, не заснет, оно может быть таким, что туда невозможно ввести не то, что зеркало, палец. Когда все пациенты засыпают, это бульварное кольцо полностью расслабляется. И никаких проблем с тем, чтобы ввести туда зеркало, манипулировать, ну, то есть нет. Что произошло? Человек заснул. Поэтому спазм этой мышцы, даже непроизвольный на уровне подсознания, это работа тут. Гинеколог здесь вообще не помощник. Это работа психолога. То есть не всегда во всех ситуациях вегинизма есть то, что его спровоцирует. Не всегда это какой-то травматический опыт. Иногда это, ну, какая-то ситуация в семье, какая-то история. Я не психолог, не буду вдаваться туда, куда мне не следует. Единственная ситуация, где нужен гинеколог, и даже, как бы, возможно, это как бы этап лечения будет, да, это когда пациентка уже практически решила свои психологические проблемы, но у нее настолько выраженный вегинизм, что она немножко не может справиться с этой проблемой на уровне разговора, то есть методика, когда делается инъекция ботокса в бульварное кольцо. Ботокс, как работает, он блокирует сокращение мышцы, поэтому лоб не сокращается, и морщин нет. Также он работает в других отраслях медицины, при мышечных спазмах, в неврологии, в других ситуациях, и в частности здесь. То есть делается инъекция ботокса, женщина не может сжать бульварное кольцо, и это позволяет провести пенетрацию, то есть какой-то элемент полового акта. Но делать это насильно, когда пациентке не решена психологическая проблема, это насилие. То есть когда пациентка готова, она решила эти проблемы, но ей надо помочь, и у нее не получается расслабиться, то да, можно помочь, и сделав подобную инъекцию, и она может уже психологически готова осуществить полового акта с партнером, которому она полностью доверяет, и мозг зафиксирует, что ей не было больно, что все было хорошо, инъекция ботокса отходит, вульварное кольцо, привыкшее к этой ситуации, восстанавливается, и все хорошо. У меня такая проблема, о которой, к сожалению, мало говорят, но я знаю, что она много кого затрагивает. Очень часто после секса у меня начинается цистит. Говорят, нужно ходить в туалет после полового акта, но даже это помогает в очень редких случаях. Что делать? Ну, во-первых, нужно всегда разделять цистит, и циститное ощущение. Цистит – это заболевание, которое встречается всего несколько раз в жизни женщины. Это очень яркий процесс. Воспаленная и отекшая слизистая уретра не позволяет писать, поэтому приходится как бы проталкивать капли мочи, которые проходят очень болезненно, множество позывов к мочеиспусканию, и это прям вот реально больно, и по чуть-чуть, и очень часто. Это цистит. Циститное ощущение возникает в рамках соматоформных расстройств. Это отдельная тема, когда это, проще говоря, это психосоматика. А другая ситуация в чем? Во время полового акта передняя стенка влагалища является нижней стенкой уретры. Мочевой пузырь расположен перед маткой. И получается таким образом, что при достаточно активной и страстной половой жизни, особенно если половой член в этой ситуации стимулирует переднюю стенку и упирается в мочевой пузырь, то происходит, ну, как бы травматизация, намятость, условно говоря, уретры мочевого пузыря, что вызывает иногда дискомфортное ощущение при мочеиспускании. Просто кто-то игнорирует эти ощущения, а кто-то может на них активно, как бы к ним прислушиваться, вот особенно если эта тема достаточно актуальна для пациентки. Поэтому, когда говорят о том, что нужно сходить пописывать после полового акта, то здесь есть как бы медицинское целесообразное в чем, что якобы в процессе полового акта в уретру попадает содержимое влагалище и может таким образом инфицировать мочевой пузырь, создав условия для цистита. Пописав, до конца женщина промывает уретру и таким образом уменьшает вероятность развития цистита. Другая теория гласит, что называется это поскоитальный цистит, что нужно после полового акта принять таблетку бисептола и она профилактирует реальное обострение цистита у пациента с поскоитальным циститом. Это такая международная рекомендация. Но на самом же деле, опять же таки, в первую очередь нужно для себя понять, что у вас происходит. Именно цистит или циститные ощущения. Это разные ощущения. Разобраться в этом и, возможно, понять, как действовать. Здесь вопрос не для интервью, это вопрос, в котором чаще всего приходится разбираться долго и упорно. Это большая консультация. Пациенты такие приходят и удается решить проблему. Довольно часто, неприятно, еще не возникает популярного сейчас способа довести женщину до оргазма, когда мужчины искусственно стимулируют переднюю стенку влагалища в области проекции точки G для того, чтобы женщина получила дополнительное удовольствие и оргазм с эякуляцией женской, с квиртом это называется. Так вот, именно в этой ситуации, если мужчина агрессивен, и женщина неподготовлена, то в данной ситуации как раз и происходит травмирование уретры. При этом и женщина после может чувствовать дискомфорт при ночи спускания. Оргазм можем сейчас как раз пойти? Потому что вопросов тоже очень много. И как получить оргазм? Есть ли какая-то формула? Можно ли научиться с квиртом? Женский оргазм живет в голове, как и мужской. Женщина может испытывать оргазм во сне, у мужчин, чаще в подростковом возрасте, случаются полюции. Ну, то есть это семиизвержение, по сути, оргазмического характера. Ведь при этом не происходит никакой стимуляции половых органов, просто наступают оргазмические ощущения. Значит, оргазм может родиться в голове. Значит, все, что мешает оргазму, чаще всего, это ситуация, находящаяся в голове. Есть очень подробное описание причин, из-за которых женщина может не получать оргазм. У меня в книжке в Project Woman. Там целая вторая часть посвящена этим вопросам. Она разделена на все основные подразделения. И даже показаны некоторые пути решения проблемы. Скорее всего, все начинается с очень простого. Оргазм мужчины защищен эволюционно. Потому что без мужского оргазма невозможно размножение. А все, что влияет на размножение, эволюционно закрепляется крепче всего. Оргазм женщины эволюционно не закреплен по той простой причине, что беременность возможна без оргазма женского. То есть, по большому счету, оргазм у женщины и выделение отдельного органа, который доставляет удовольствие, клитор, у которого других функций, по большому счету, нет, то, как доставлять удовольствие, это некая привлекалочка, которая просто заставляет женщину вступать в плавах для того, чтобы продолжать род. То есть эволюционно здесь женщине предлагается приятное ощущение, но оргазм здесь не прописан как основная функция, это дополнительная опция, скажем так. Поэтому женщине приходится часто к этому идти самостоятельно, если этот процесс был определенным образом нарушен в процессе ее развития, становления. Чаще всего, что можно встретить среди рекомендаций. Создайте эротическую атмосферу, наденьте белье, устройте с мужчиной какие-то игры, начните пользоваться самостоятельно игрушками, учитесь получать оргазм самостоятельно. Это можно перечислять под разными соусами, но дело все в том, что кому-то эта игрушка, которая якобы должна научить оргазму, может быть абсолютно противопоказана, поскольку лишь будет углублять ее в проблему, которая вообще в другом. И женщина это испытает, это оргазм вообще в другой ситуации, решив проблему, расставшись со своим токсичным партнером или исправив с психологом сложные токсичные отношения с родителями. А эта игрушка, в которой ей кто-то посоветует научиться испытывать оргазм, будет для нее отторжением, а то, что она будет делать, будет только усугублять в ней депрессию от того, что ну вот я ее в себя засовываю, прикладываю, ничего не чувствую, наверное, я совсем фригидная. Но проблема заключается в том, что та отсутствующая чувствительность, она определяется не тем, что у нее там что-то не так, а тем, что у нее есть совершенно другая проблема, которую нужно решать по-своему. Поэтому, наверное, нет универсального совета научитесь получить оргазм самостоятельно, и он придет у вас с партнером. Женщина может испытать оргазм ситуационно, в какой-то абсолютно, вот никогда в жизни его не испытывая, оказавшись в определенной ситуации с каким-то партнером, мало ей знакомым, ей потребуется всего три прикосновения, два движения, и она вдруг поймет, что вот она, а 30 лет до этого она даже не пыталась пойти. А в какой-то ситуации искусственно созданная, все, что должно заставить ее испытать оргазм, будет не только для нее неприятным, но и болезненным. Поэтому вот в этом и есть отсутствие универсальности. Здесь, как всегда в медицине, нужно поставить диагноз. Вот я все время говорю о том, что лечение будет тогда эффективным, если поставлен диагноз. Если, как всегда, как часто происходит в медицине, вот у вас лейкоциты, давайте полечим, а вы не спрашиваете, какой у меня диагноз, а вот у меня болит, а давайте вот это полечим, а вы не поняли, какой диагноз, это всегда будет превращаться в мутный омут. Во всем должна быть конкретика. Какой у меня диагноз, потому что для каждого диагноза существует уже разработанное лечение, но если все в одну кучу, то тогда будет недолечено, не там, и будет все непонятно. Поэтому, наверное, не стоит себя травмировать с чтением универсальных рецептов, глянцевых журналов и руководством по тому, как нужно стать супер-женщиной и прочее. То есть упирается все в психологию, по сути? Упирается все в диагноз, потому что для кого-то диагноз, то есть проблемой будет психологическая проблема, для кого-то проблемой будет проблема восприятия, ну то есть и нужно и вправду развивать периферическую чувствительность и помогать себе получать удовольствие. Просто нужно понимать, кому чего нужно, и у кого чего не хватает, и не делать то, что ломает человека, например, то есть, как я уже привел пример, когда кому-то рекомендуют делать что-то, и это что-то не приносит удовольствия, говорят, продолжай, делай, используй игрушки, заставляй себя получать оргазм, когда проблемы в другом. Поэтому это не только психология, просто это четко поставлен диагноз, где проблемы. Как включить в себя возбуждение, научиться получать удовольствие от секса? Project Woman, я привожу к понятию формулы оргазма. Оргазм – это функция возбуждения, это разрядка, то есть вам нужно достигнуть определенного напряжения, чтобы у вас произошла разрядка. Вы должны определенное количество времени крутить педали, и у вас загорится лампочка, и потом, если вы продолжите дальше крутить, она, перегрева, она лопнет. Ну, то есть, чем сильнее ваше возбуждение, тем сильнее ваш оргазм, потому что оргазм – это сброс полученного напряжения, то есть напряжение-возбуждение. Нет возбуждения – нет сброса, нет ощущений. Поэтому чем сильнее возбуждение, тем будет сильнее и проще наступать оргазм. Вопрос первый. Где взять это возбуждение? То есть возбуждение, оно нужно найти свои пути возбуждения. И вы, наверное, не всегда можете это понять, где ваше возбуждение. То есть нужно перебирать то, что имеет доступ к вашему возбуждению. Для кого-то это может быть прикосновение в определенных зонах, которых вы даже не знали, и вдруг она, вот какая-то зона, вдруг становится для вас триггерной. Такой есть термин в медицине, то есть запускает вас возбуждение. Вас может возбудить ситуация, в которую вы увидели или подсмотрели в жизни. Если вы говорите, что да, у вас есть формула возбуждения, но она никак не реализуется с партнером, то, наверное, важно понять, если вас изначально никогда друг к другу не тянуло, и у вас союз на уровне дружбы, это одна ситуация. В ней можно, наверное, в эти отношения, либо по-лобковскому, найти себе партнера, с которым все будет хорошо, разорвать отношения, в которых вам что-то не нравится, либо начинать их адаптировать под себя. Но, во всяком случае, может быть, использовать свои якорные возбуждения, которые вы нашли, и переносить их уже в взаимоотношения с партнерами. То есть безотносительная ситуация, просто использовать для инициации возбуждения или для усиления эрготических ощущений, если вам не хватает чего-то там для этого всего. Поэтому да, отвечая на вопрос по поводу возбуждения. По поводу того, что сама девушка обращается и говорит, что вот у нее есть некий способ получения удовольствия, и он не получается эту ситуацию перенести на партнерские взаимоотношения, здесь работает мозг. Хотя многие отрицают понятие дезадаптивной мастурбации, но на самом же деле ситуация очень простая. Мозг учится легко приходить к цели. Ну то есть, когда возникает очень простая стимуляция душем или с помощью зажимания ног, и это приводит к очень легкому и простому получению оргазма, зачем мозгу тяжелый какой-то путь? Он понимает, ага, я получаю удовольствие, когда попадает сильная раздражающая струя воды, и вот в этих ситуациях, то есть теплоты, воды, обстоятельств, я готов сформировать оргазм. И вот женщина, которая к этому привыкла, ну условно говоря, представьте себе, что вы привыкли есть правой рукой, с какого-то момента вы говорите, все, теперь левой. И вы будете все время стремиться взять правой рукой ложку, вам будет неудобно есть левой, вообще будет непонятно, зачем в левой руке рука, ложка, и что мы с этим хотим сделать. Поэтому когда женщина фиксируется еще тому же изначально, еще не получив никаких ощущений из влагалища до начала половой жизни, а вдруг возникает террористическая ситуация, и в влагалище появляется половой член, который там двигается, а женщина в этот момент ждет, что это будет произойти удовольствие и оргазм, то мозг немножко как бы не понимает, что ему делать. Ага, ты сейчас возбуждена, и ты хочешь получить оргазм. Жду ощущений от душа на клиторе. Зачем вот эти ощущения трения во влагалище? Я из них что должен получить? Ну, то есть, понятно, что это какой-то путь, который сразу женщину может расстроить тем, что то, что она ожидает, не происходит, потому что в рамках того события, которое она инициировала для мозга, не происходит того, чего он ждет. И вот тут, наверное, важная ошибка. То есть, мозг до начала половой жизни, в принципе, так ориентировочно знает, но не до конца еще понимает, что стимуляция влагалища при половом акте должна приводить к оргазму. Поэтому вот в этой ситуации момент, связанный с переучиванием, это момент, когда, ну, по большому счету, вам нужно начинать комбинировать ситуацию, отказываться от простого, примитивного рефлекса, который вы поддерживаете, если вы используете его регулярно. То есть, любое переучивание – это отказ от рефлексов. Мы, на самом деле, живем все в рефлексах. В рефлексах ходьбы, в рефлексах управления автомобилем. Мы вообще не думаем, как мы это делаем. Мы приезжаем в Британию, нам нужно сесть на другой руль, нам нужно по-другому держать руку, ехать по другой стороне, мы начинаем переучиваться. Но если мы будем один день ездить в Британию, другой день во Франции, а потом в Британию, то мы в конечном итоге, ну, конечно, приобретем навык езды там и там, но будем путаться, и будем не понимать мозг. Будет тяжело к этому адаптироваться. Поэтому в данной ситуации различные устойчивые, примитивные, простые способы быстрого достижения оргазма, они часто могут претить, мешать получению ощущений приплавы жизни. Если, конечно, все хорошо, и, как говорится, и там, и там все получается, это вот вариант универсального водителя, которому без разницы, где он садится за руль, либо в Париже, либо в Лондоне, он уже быстро адаптируется к той или иной ситуации. Вот, поэтому здесь этот момент уже связан с периферическими ощущениями, он тоже важен. Дмитрий, какой у вас есть один универсальный совет для всех девушек? Запомните одно главное правило. Любите себя и ежегодно с 21 года проходить, даже с 18 лет, если вы начали уже половую жизнь, проходите осмотр у гинеколога, включающий в себя УЗИ и цитологический мазок, но он сдается с 21 года. Раз в три года. И, наконец, мы хотели разыграть три комплекта с двумя книгами Дмитрия, Project Woman и в зоне риска. Будет три победителя в Инстаграме, три победителя на Ютьюбе. Задание, на самом деле, интересное. Дело все в том, что я все время пропагандирую необходимость посещения гинеколога с профилактической целью раз в год. Почему? Потому что многие бессимптомные состояния можно вовремя поймать и решить. Напишите свою историю, когда случайный визит к гинекологу привел к тому, что у вас и вправду выявилась какая-то проблема, которую вы успешно решили и избежали серьезной проблемы. Из тех, чья история будет наиболее яркой, они получат три комплекта, каждый по комплекту двух моих книг с подписью. И оставьте свой Инстаграм, чтобы вы могли с вами быстро связаться. Вот, Дмитрий, спасибо вам огромное, что вновь вернулись на канал и снова разложили все по полочкам. Все ссылки на Дмитрия и на его книги будут внизу. И увидимся с вами в следующем видео. До свидания.